Норвежский сад на болотах Подмосковья. Возможно ли это? Давайте посмотрим. На самом деле, сначала я думала, что из-за избытка грунтовых вод здесь ничего не получится. И уж тем более не получится то, что я вам сейчас покажу. Когда я первый раз приехала в этот поселок с дубль домами, я подумала, откуда здесь может взяться норвежский сад с соснами? Здесь же настоящее болото! И реально, болото там было просто повсюду. Концепция участка уже была создана Петром Ларе, и было необходимо выполнить только рабочие чертежи и воплотить это все великолепие в жизнь. Герман, наш заказчик, очень волновался. Ему хотелось, чтобы все получилось безумно красиво. Когда мы начали работать на этом объекте, мы поняли, что самая главная проблема – это близкая грунтовая вода. Она стояла буквально под ногами, то есть там просто шагу нельзя было ступить, не наступив в лужу. Поэтому первая задача, которая перед нами стояла – это осушение территории. Для комфорта нашего клиента все работы на этом участке были разделены на два этапа – на два года. Так клиенту было комфортнее планировать свой бюджет, а нам, в свою очередь, тщательнее подходить к каждому этапу производства работ. Пожалуй, самым стильным элементом этого сада, но в то же время и самым сложным, является система деревянных настилов, которые на этом объекте было очень комфортно выполнить именно зимой, потому что была большая ободненность, а зимой это просто все замерзло. Но самое крутое решение этого участка – это дорожки, замощенные в разбежку. В сочетании с современным освещением это производит просто мощнейшее впечатление. Мы подобрали для этого участка сосны, максимально похожие на сосны из скандинавского леса. И одна из них, румилийская сосна, стала любимицей нашего заказчика. Когда все работы были закончены, Герман просто был счастлив. У него наконец-то появилось настоящее место силы, где он может провести время со своей семьей и напитаться энергией. Мы до сих пор продолжаем общаться, поздравляем друг друга с праздниками и получаем благодарности за созданный норвежский сад для семьи Германа. Как вы находите скандинавский стиль в садах Подмосковья? Хотелось бы вам пожить в норвежском саду? Пишите в комментариях под этим видео. А если вы хотите реализовать норвежский стиль в вашем саду, оставляйте заявку, мы обязательно вам поможем.